Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Саваев и мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. В среду посол Швеции в Израиле Карл Магнус был вызван на ковер. Руководство израильского МИДа в Иерусалиме в жесткой форме высказало посол свое недовольство по поводу высказывания его босса, министра иностранных дел Швеции Маргот Верстром. Верстром потребовала создание Международной комиссии по расследованию действий Израиля в отношении палестинцев, совершающих нападения с ножами в последние месяцы. В Стокгольме эти нападения не считают террором, а, соответственно, уничтожение этих людей силами безопасности там называют убийством без суда и следствия. И это говорят в Швеции, стране, которая занимает первое место в Европейском Союзе по количеству граждан, вступающих в ряды исламского государства. В Израиле на шведов обиделись, но отношения пока не прерывают. Мало ли, дипломаты ведь приходят и уходят, а народы и страны остаются. Об этой и других темах недели сегодня в нашей программе. Палестинские группировки угрожают Виктору Либерману. Сам Либерман угрожает правительству Нетаньягу. Как следует бороться с террором и международной изоляцией Израиля? Интервью с лидером партии «Наш Дом Израиль». Решить пока не поздно. Посол Республики Беларусь в Израиле призывает власти еврейского государства отдуматься и не закрывать посольство в Минске. Минздрав Израиля упрощает правила для зубных врачей-репатриантов. Кто выиграет, а кто проиграет? КНЕС отменяет процедуру выдачи каннабиса в лечебных целях. Все за и против такого шага сегодня в нашей программе. В четверг утром девятый президент Израиля Шумон Перес в срочном порядке был доставлен в больницу Шиба в Теля-Шомере. Перес почувствовал резкие боли в области сердца. Его окружение немедленно вызвало бригаду скорой помощи. Спустя короткое время Пересу был поставлен диагноз микроинфаркт. Как сообщили лечащие врачи, экс-президента Перес все время был в полном сознании и общался с окружающими. Ранее эксполити, которому сегодня уже 92 года, не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем. Несмотря на возраст, Перес продолжает ездить по миру, ведет полноценную рабочую жизнь, читает лекции, встречается с разными людьми. Всего две недели назад Шумон Перес дал эксклюзивное интервью телеканалу RTVI, в котором подробно рассказывал свои деятельности после ухода с политической арены. Сейчас его состояние врачи оценивают как хорошее. Его состояние сейчас стабильное. Он чувствует себя хорошо и все время был в сознании. Единственное, что его сейчас беспокоит, это изменения в рабочем графике. Он даже потребовал доделать какие-то дела, запланированные на сегодня. Перес перенес микроинфаркт и поэтому останется в больнице еще на несколько дней. Нашат Мильхем, израильский араб, совершивший 1 января теракт в центре Тель-Авива, был похоронен в ночь со вторника на среду в родном поселке на севере Израиля. Это стало возможным после длительных переговоров между родственниками террориста и Министерством внутренней безопасности. Споры о том, следует ли передавать тело террориста семье, продолжались 5 дней после его ликвидации силами полицейского спецназа. Власти Израиля настаивали на том, чтобы семья арабского террориста Нашата Мильхема согласилась на ряд условий. Число участников похорон не должно было превышать 40 человек. И самое главное, никаких демонстраций и надгробных речей. Споры о том, следует ли выдавать тело террориста семье или же похоронить его в безымянной могиле, как это делают во многих странах, например, во Франции, разгорелись в начале этой недели в Кнессете. Нельзя всех под одну гребенку. В арабском секторе большинство населения законопослушное, и они такие же граждане Израиля, как и все остальные. В то же время нельзя допустить, чтобы похороны террориста были откровенно использованы арабскими радикалами против Израиля. В полиции Израиля всерьез опасались, что похороны Мильхема превратятся в акцию солидарности с террором, поэтому там и настаивали на озвученных условиях. Сообщается, что достичь компромисса в итоге удалось при посредничестве ряда арабских депутатов. А глава Объединенного арабского списка Айман Уде даже попытался убедить общественность в том, что насилие, тем более убийство, это красная черта, которую они не намерены переступать. Позиция арабского сектора более чем однозначная. Мы против насилия, и неважно, проявляется ли оно на национальной почве, или речь идет о криминале. Убийство – это красная черта, которую ни в коем случае нельзя переступать, и мы однозначно выступаем против. Похороны состоялись глубокой ночью. На кладбище действительно собралось не более трех десятков человек. Нескольких близких родственников террориста там не оказалось. Они все еще находятся под арестом по подозрению в пособничестве убийцы. Отец террориста также не пришел проводить сына в последний путь. Мельхем-старший несколько дней назад был переведен под домашний арест. Он подозревается в том, что знал, что все эти дни поисков его сын прятался в родной деревне. Однако ничего не сказал об этом стражам порядка. Расстрел 1 января в Тель-Авиве осложнил и без того непростые отношения между евреями и арабами в Израиле. Родственники террориста пребывают в трауры не только потому, что их сын и брат оказался безжалостным убийцей. Жертвой фанатика стал также израильский араб, таксист-житель Лода. Семья погибшего отказалась принять извинения от родней убийцы. Учитывая обычай кровной мести у арабов, весьма возможно, что эта трагическая история еще не закончена. Один из тех, кто изначально был против каких-либо переговоров с родственниками Мильхома, был лидер партии «Наш дом Израиль», в прошлом министр иностранных дел Виктор Либерман, который сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, господин Либерман. Добрый вечер. А ваша позиция по поводу передачи тела, хоронить и хоронить, была изначально более-менее ясной. Вы считали, что нужно отдать тело, пусть хоронят, а все, кто придут, как вы сказали, фотографировать и открывать дела? Вы знаете, невозможно в своей стране все время бояться. Сначала люди боялись тут, в центре страны, в центре Тель-Авива, приходить в ресторанчики, в кофеюшки, поскольку где-то бродит вооруженный террорист. Потом люди боялись отправлять детей в школу, и практические классы были наполовину пустые. Потом мы боялись этих похорон, чтобы они превратились в манифестацию, в поддержку террора, в антиизраильскую демонстрацию. Ну, в конце концов, где мы живем? Вы знаете, мне напоминает сегодняшняя ситуация в Иерусалиме, что эти городские смотрители порядка, те, кто раздают даже рапорты на инспекторы муниципальные, они ходят в бронежилетах в еврейских кварталах. То есть в Рихаве, в Бейтакерами они сегодня ходят в бронежилетах, а в арабские кварталы вообще не заходят. Это говорит о слабости муниципалитета или вообще власти в стране? И вообще это говорит о том, что вы боитесь, что придут и устроят антиизраильскую манифестацию. Пускай приходят все, кто хотят. Давайте, наоборот, зафиксируйте их, чтобы мы четко знали, с кем мы имеем дело. Когда вы были в правительстве, тоже была история с террористами, тела которых вы давали, не давали. Как тогда разрешался вопрос? Вы тогда были за передачу, не против передачи? Моя позиция была всегда публично. И не то, что против передачи тел, против любых сделок с террором, включая сделку Геладовым Шалитом. И, конечно, то, что сегодня мы после громких заявлений на заседании одного из кабинетов было якобы принято решение не выдавать тела уничтоженных террористов и их семьям. После недели начали выдавать все тела, включая семьями, которые однозначно отождествляются с Хамасом, террористы, которые принадлежали к Хамасу. Все они выдаются, хотя Хамас в секторе Газа удерживает тела двух наших убитых солдат. Еще, наоборот, спекулирует, ведет психологическую войну против семей, против родителей. Тут однозначно и с Мильхемом нужно было просто, наоборот, дать, чтобы все видели, что не идет никакой речи об одиночках. И, как наша пресса любила подчеркивать, что никакой поддержки у него не было и нет. И он одиночный волк, и вся арабская, весь арабский сектор, они лояльные граждане Израиля против террора. Во-первых, сейчас уже арестовано семь человек, которые находились в прямой связи с Мильхемом, укрывали его, приносили ему эти дни еду, сигареты и так далее. Ну, семь человек — это не весь сектор, согласен? Нет, не говоря о том, что когда он находился в этой деревне, там Арара, вся деревня знала, что он там находится и прячется. И это люди, которые сотрудничали с полицией? Его семья как раз сотрудничала с полицией? Как можно было дать разрешение на фалькон, автомат, фалькон, которых, наверное, во всем Израиле может быть два-три? Помимо этого, еще несколько единиц оружия. Именно этой семье, хотя тот же Мильхем уже сидел за нападение на полицейского пять лет в тюрьме, все это достаточно, как бы, для меня необъяснимо. И никто еще не услышал никаких объяснений вот этому факту. Если вам это непонятно, то как простой человек может понимать, вы же находились в кабинетах власти, вы же руководились страной, вы же были на заседаниях узкого кабинета по вопросам безопасности. Если вам это непонятно, то как же может быть понятно простым людям? Вы знаете, к сожалению, протоколы кабинета нельзя будет опубликовать еще 30 лет. Но поскольку часть из этих жарких споров уже были отражены в прессе, то лишь могу повторить то, что когда-то сказал. Я сказал Натаньяу и Бугейлону. Если вы не добьете сейчас Хамас в секторе Газа, то террор придет к нам, в Иудею, Самарию, потом в Иерусалим, а потом и в Гуждан, во всю центральную часть Израиля. К сожалению, это именно то, что произошло. То, что наши лидеры отказались в виде те реальные факты, реальную действительность, ну, наверное, это характерно для многих лидеров. Поэтому наше поведение в данном случае, это чисто такая пораженческая позиция наших сегодняшних руководителей государства, которые не способны реально начать борьбу против террора, а пытаются купить спокойствие, тишину любой ценой. Я бы хотел от вас услышать комментарии по поводу сообщений, которые появились на минувшей неделе о том, что Хизбалла получила новейшее оружие в результате вмешательства России в сирийском конфликте. Причем они это показывают открыто. Они говорят, вот смотрите, мы улучшили. И ряд ваших коллег, депутатов КНЕСТа, даже потребовали создать комиссию, проверить, как это так, что в результате действий России на Ближнем Востоке Хизбалла гордится новым вооружением. Хизбалла является одним из злейших врагов Израиля, у которой официальная платформа говорит об уничтожении государства Израиль, об уничтожении сионистского образования. Поэтому мы должны действовать по отношению к Хизбалле без всякой оглядки на Россию. При всем уважении, при всех дружеских контактах, там на высшем уровне между Натанияу и Путиным, любая поставка вооружения Хизбаллы в конечном счете обернется против Израиля. И поэтому не нужно дожидаться, пока вот это оружие будет направлено против нас. И неважно, какие обещания и гарантии дает Хизбалла российскому руководству, ясно, что раньше или позже это самое оружие будет направлено против нас. А вы чувствуете, что российская сторона понимает вот такие посылы, которые мы слышим? У российской стороны есть свои интересы, и они ориентируются на свои интересы, на свою внешнеполитическую линию. Мы должны ориентироваться исключительно на свои интересы. И я считаю, что поставка вооружения современного и эффективного вооружения Хизбалла это прямая угроза национальным интересам Израиля. Без всякой связи, неважно, что нам пообещают и что нам расскажут. До того, как мы коснемся вопроса внешней политики, у нас есть очень много тем на этой неделе, я бы сказал, мини-кризисов дипломатического жанра. Давайте посмотрим видеосюжет. Израиль и Швеция в очередной раз поссорились. Официальной причиной дипломатического скандала на этот раз стали заявления министра иностранных дел Швеции Марго Твёльстром. Твёльстром заявила о необходимости создания международной комиссии по расследованию действий израильских военных в отношении палестинцев. По мнению шведского дипломата, нападение палестинцев с ножами на мирных граждан Израиля нельзя классифицировать как теракты, а действия израильских служб безопасности она назвала расправой без суда и следствия. Реакция в Иерусалиме на предложение шведского дипломата оказалась бурной, а министр энергетики Юваль Штайнет и вовсе назвал Вёльстром патологической антисемиткой. Марго Твёльстром осознанно или неосознанно является антисемиткой. США, Россия, Франция и другие страны также уничтожают террористов. Однако министр иностранных дел Швеции не призывает расследовать их действия. По мнению бывшего кадрового дипломата в прошлом посла Израиля в России Цви Магена, причины откровенно враждебного поведения шведского министра следует искать исключительно во внутренней политике Швеции. В том окружении они относятся критически вообще к Израилю, относятся позитивно или чрезвычайно позитивно, скажем, к палестинской проблеме. И считают все эти годы, что вот если решить эту палестинскую проблему, то вряд ли всего все остальные вопросы, которые увязаны по их мнению с этой проблемой, решатся сами по себе. Стоит отметить, что это уже не первый подобный скандал, а высказывания Вольстром даже на время объединили израильскую коалицию и оппозицию. Абсурдные высказывания главы МИД Швеции поддерживают террор. Они поощряют террористов и убийц. Почему Швеция не реагировала подобным образом, когда во Франции полицейские застрелили террористов? Неужели, когда террор придет на землю Швеции, то реакция будет такой же? Неужели и тогда шведские министры будут требовать приласкать и пожалеть убийц, поскольку у террористов было тяжелое детство? Официальный ответ Стокгольму МИД Израиля передал еще в среду. Отныне Иерусалим отказывается от приемов на высшем уровне представителей шведского правительства. При этом о приостановке дипломатических контактов речи пока не идет. В Израиле предпочитают все же воспринимать слова Вольстром как ее личную позицию гражданина иностранного государства, а не представители всего правительства Швеции. Сложные отношения со Швецией. Я помню, что даже в ваш период, когда вы возглавляли МИД, были проблемы со Стокгольмом. Что такого Израиль сделал Швеции? Во-первых, нужно понять, что ничего нового под луной нет. И это традиционная шведская такая циничная позиция. Это ее личное марготворство или же это политика шведского правительства? Шведского правительства, вообще шведского государства на протяжении многих лет. И, наверное, можно вспомнить Вторую мировую войну. Именно тот период, когда Швеция сколотила как государство свое основное состояние на торговле именно с нацистской Германией. Швеция была основным поставщиком железа и стали в вермахту. Они прекрасно знали, на что идет их металл. Они прекрасно знали, что золото, которым расплачивается нацистская Германия и Швеция, это то золото, которое ограбили у евреев, жителей оккупированных, захваченных территорий. И продолжали быть нейтральными. Они прекрасно знали, что происходит в Ваушвице, что происходит в Бухенвальде. Они продолжали и в позднем, в 1944-м, и еще в начале 1945-го торговать с Германией, поставлять ей железо и сталь. И поэтому такая циничная позиция, где только интересы Швеции, а все остальное один сплошной цинизм. То же самое происходит сегодня. Слушайте, это все-таки история, но есть же реальная политика. Реальная политика такова, что с одной стороны есть Вольстрем, которая обвиняет Израиля, с другой стороны приезжает делегация шведских специалистов в области оборонной промышленности, которая перенимает опыт у Израиля. То есть все-таки контакты же продолжаются, несмотря на... Контакты продолжаются. Вместе с тем нужно понять, что нынешняя позиция Швеции, это тоже тот же цинизм, только в другой форме. То есть левые радикалы, которые пришли сегодня к власти, два года назад были выборы. После долгого перерыва они прежде всего победили за счет поддержки исламской общины Швеции, которая растет каждый день. Из мигрантов из арабских стран. Из арабских, не только из арабских. Там с Ирана, с других, с Турции. Но, в общем-то, для того, чтобы заручиться поддержкой именно этой исламистской общины, они пообещали в одностороннем порядке признать палестинское государство. Потом они решили выбраться в Совет Безопасности ООН, одно из непостоянных мест. И для этого им нужна была поддержка организации мусульманских государств, 57 мусульманских государств. Они продолжили антиизраильскую линию. Причем, примечательно, что Швеция практически хранит молчание в отношении всего, что происходит и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии, и в Йемене. И только тут, на нашем направлении, они очень и очень активны. Более того, Швеция была той реальной силой, которая стояла за принятием Евросоюзом решения о маркировке израильских товаров. И, конечно... Но не всех, которые только произведены за так называемой зеленой чертой. Да, и, конечно, тут нужно было бы ответить достойно. И я говорил не раз, сказать, нет никакой причины покупать шведские товары, перестать заниматься национальным спортом и по пятницам, ехать в Икею, тем более, что Кампорт, Ингвар Кампорт, основатель Икеи, был большим сторонником фашистов и нацистов, и был очень известен этим в свое время. И, опять-таки, есть много альтернатив автомобилю Вольво. Единственное, что я согласен, что у нас нет альтернативы АБА, группе АБА, и поэтому... Будете продолжать слушать. Буду продолжать слушать. До того, как мы закончим, я предлагаю вам послушать, что думают простые израильтяне и какие советы они дают Авикдору Люберману. Я думаю, что ему еще рано уходить из политики. Если он может сделать что-то на благо безопасности государства и нашего совместного проживания с арабами, это будет хорошо. Я думаю, что ему подходит быть министром иностранных дел. Он способен сделать многое, и он должен этим заниматься. Я бы посоветовал ему обратить взоры на арабский сектор. Нужно помочь израильским арабам и навести там порядок. Я могу точно сказать, что многим арабам идеи Либермана очень близки. Смотрите, арабы, кажется, любят ваши идеи. Смотрите, мы получили тысячи голосов в арабском секторе на последних выборах. И всегда, опять-таки, нужно найти правильного союзника. Нужно направлять все эти бюджеты через людей, лояльных государству Израиль. — Последнее, у нас заканчивается время. Не могу вас не спросить, и мы после рекламы будем об этом подробнее говорить. Израиль, на ваш взгляд, закроет все-таки посольство в Минске или нет? Или есть шанс спасти ситуацию? — К сожалению, решение было принято. Решение абсолютно безумное, некое затмение разума. В Израиле проживает 130 тысяч выходцев из Белоруссии. Есть довольно большая еврейская община до сегодняшнего дня в Белоруссии. У нас были нормальные отношения. Белоруссия все больше и больше завоевывает статус весьма значительной международной арене. — То есть это личная месть вам, составная премьера? — Мне так кажется, поскольку это не только личная месть мне, но это еще некое пренебрежение, открытый плевок в лицо всей русскоязычной общины Израиля. Вы все равно у меня в кармане, вы все равно будете за меня голосовать. 4 миллиона шекелей стоимость содержания посольства в Белоруссии. Годовая и годовой бюджет — 4 миллиона шекелей. Не нашлось. 15 миллиардов шекелей на арабский сектор через Айманауда они тут же быстро нашли. И это говорит все о порядке приоритетов, об отношении. — Виктор Либерман, большое вам спасибо. — Спасибо. После короткого перерыва интервью с послом Республики Беларусь в Израиле, который надеется, что еврейское государство обдумается.